Экономическая программа, как вы сказали, Харрис, это такой мягкий социал-коммунизм с элементами авторитарного госплана. Потому что, вот вы сказали там про цены регулирования, можно сказать, еще буквально за два дня до дебатов, были, Харрис опубликовала программу, программные тезисы, где, собственно, там это все и сказало. Причем, понимаете, вот даже когда, помимо даже экономики, да, я за свободы, за права человека, все такое. И тут, помните, две недели назад Цукерберг с Фейсбука говорит о том, как жали на него как раз демократы, говоря о необходимости фильтрации информации в пользу, собственно, демократов. Вот, и так по многим очень позициям, я уже про Украину не говорю, когда она обвиняет Трампа в том, что он запретит, чуть ли не отвернется от Украины, при этом на столе у Байдена лежит 6 миллиардов долларов, которые Украине очень-очень нужны, а они вместе упаковывают ее законопроектом по поводу обязательных ли, значит, достоверений на выборы президентские. Это просто, ну, лицемерие в высшей степени. Мы тут, знаете, даже президент Зеленский участвовал в Мронштайне, уговаривал НАТО дать оружие, в конце концов перестать рисовать в глазах и в мозгах красной линии. И, знаете, вот для меня показательное отношение к Байдену Харрису – это то, что Зеленский попросил премьер-министра Италии быть посредником по переговорам по предоставлению Украине оружия. Кстати, до чего дошло. И вот они смеют говорить, что Трамп в чем-то там сказал, как-то не так посмотрел. Поэтому здесь мы не знаем реально, какая будет политика Трампа в отношении и американской экономики, и внешней политики, можно только предполагать. Но когда та же Харрис ссылается на документ, там, проект 2025, к какому Харрис, Трамп, не имеет никакого отношения, что он сказал в самом начале, знаете, это как будто в нам. Мы вот представили, Лукашенко, вот Костя решил идти в президенты, вот, и ему приписали какой-нибудь там проект «Беларусь-2026», к которому никакого отношения не имеет. И постоянно вся пропаганда вбивает вот эти гвозди, вот смотрите, какой Трамп, у него там и это, и это такое, и это такое. И вообще, как я помню, в 2008 году, когда я шел на выборах в Палату представителей, и в Гродно мне конкретно там засланные казачки из органов этих, да, задавали вопрос, написанный на бумажке. А правда, Ярослав, что вы хотите продать Гродно Польше? Знаете, и вот это настолько абсурдная вещь была, да, но поскольку я там поляк этнический, поскольку я там за Польшу, за все, то это было основанием для того, чтобы дискредитировать меня в глазах тех людей. И не важно, там, я был за Польшу, не был за Польшу, говорил, не говорил, но просто вот это подобные аргументы, которые Харрис выставляла в отношении тому же Трампа. Поэтому, взвешивая все вот «за» и «против», которые мы имеем, зная команду, я общался с одним из человеком команды Трампа, он приезжал в Украину, мы сейчас на связи, понимая, что делал Трамп, будучи президентом за 4-5 лет его, да, что мы говорим? Мы говорим о том, что человек дал джавелины, человек заставил членов НАТО платить за то, что они члены НАТО, он был против того, чтобы Германия имела газовые потоки с Россией, он был жестче против России, чем кто бы то ни было, и за время Трампа не началась ни одна война. Это факты. Потом, я же про экономику говорю, Трамп делал за последние 50 лет самую большую дирегулирование американской экономики, и потом, знаете, вот есть момент такой, который Харрис говорит, вы знаете, вот если вы придете, вы там на 4 тысячи долларов заставите домашнее хозяйство американцев платить больше. Мало кто знает, что Европейский Союз, наконец-то, после 25 лет потакания Китаю, начал, конец-то, считать, а сколько Китай дает денег на товарную и торговую войну с Европейским Союзом и США. И получились совершенно гигантские суммы. То, что сделал Трамп, Байден-то не отменил, это раз. Сейчас Европейский Союз, введя ограничения на китайские товары, тоже понял, что речь идет не о свободной торговле, а о принципах, что нельзя просто так смотреть, как Китай через свои схемы торговой сети разрушает свой рынок, выгоняет предприятия. Поэтому, судя по этому, я, конечно, однозначен на стороне республиканской партии, я бы, знаете, вот есть такое уничижительное кремлевское, да, трампизм, трампизм, ни одно из обвинений, которое было предъявлено Трампу в отношении того, что он, помните, там, с проститутками в Москве, там, гулял, что он там, национальный казачок, все это пошло просто в аналог истории, ничего не было доказано. Поэтому мы должны понимать, что пропаганда, которую развернули против Трампа, не только в Америке, но и в Европе, она голосальна. Я когда вижу, 75% украинцев поддерживают Байдена, который за 9 месяцев копейки, там, какие-то крохи дал с того, что уже выделено, а украинцы говорят, Трамп плохой, потому что он там что-то не сказал, ну, это к вопросу, друзья, о том, о силе пропаганды, насколько нам нужна кампания по тому, чтобы перестать быть зомби. Ярослав, можно уточнение? Тем не менее, вот по фактам, которые говорит Камал, если не говорить про какие-то ложные, да, возможно, сплетни, еще прочее, но, тем не менее, она говорила о том, что Трамп после себя оставил самую большую безработицу со времен Великой Депрессии. Она говорила о том, что он хуже других стран справился с пандемией коронавируса. Давайте, давайте, вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Да-да-да, давайте все в одну корзину. Первое, первое, в отношении безработицы, да, безработица, ковид, помните, был такой фаучи, да, который советовал Трамп, не я, не мы, не являемся эпидемиологами, да, это сейчас мы знаем, что фаучи был связан и с этими китайцами, и с многими компаниями, и что эти его советы были просто, ну, контрпродуктивы во многом, во многом. Когда мы говорим про безработицу, это было, помните, были локдауны сплошные, да, и локдауны были, конечно же, привели к тому, что многие люди стали безработными, потому что безработные, а как безработные, они получали больше денег, чем будучи на работе. И когда Камера Харрис говорит, что вот, а мы создали столько рабочих мест, грубо говоря, то, что тогда было уволено, потом просто вернулись на работу, вот и все. Поэтому никаких нет чистых, если взять, рабочих мест, ни Камала Харрис, ни Байда не создавали. Это просто, знаете, вот еще один момент такой важный, который Харрис, конечно, не сказала. До конца этого года в загашниках Трампа, вернее, Харрис и Байдена, есть почти непотраченных триллион долларов, который был выделен в рамках закона о борьбе с инфляцией, так называемой, мифлэйшнэк, да. Если только эти деньги сейчас будут потрачены, то цены в Америке не то, что на 20% за это время взлетят, они взлетят там на 40-50%. И заметьте, когда американцев спрашивают, причем республиканцев, демократов, независимых, больше 75% отмечают самую главную проблему – инфляция и стоимость жизни. Во время Трампа инфляция была меньше 2%, друзья. Это тоже, я не говорю, что там было все безоблачно, там, понятно, была проблема с деньгами, с действием бюджета. Но если уж Харрис говорит, давайте новые возможности, новая экономика, новые надежды, да, то во время Байдена госдолг на абсолютную цифру увеличился больше, чем во время того же Трампа. Поэтому здесь ни о каком достижении в социальной, значит, работе нигде нету речи. А то, что Харрис начала перенимать или украсть повестку дня, это совершенно очевидно. Вот в отношении даже того же этого фрекинга, да, нефти, она была 12 лет против. Тут, когда она поняла, что в Пенсильвании надо говорить «за», «да, конечно, я за это». Как только прочевые Трамп говорит «я отменю», она была против. Тут, опять-таки, она делает, попугайничает за Трампом. Поэтому, что ее, то надо было сказать. А вот на этом сайте, как журналисты отметили, я тоже посмотрел, она просто сделала копий-пейст того, что было у Байдена, и сказала «я сейчас новая, потому что мне не 80 лет, а мне 60». Ну и что? Ну, у нее, давайте, справедливости ради, не вся ее программа. Это программа Байдена. Там есть какие-то цитаты, которые демократическая партия, в принципе, продвигает. Но если говорить про цитаты не Камалы, а Трампа, он буквально на прямой вопрос о том, поддерживает ли он Украину, хочет ли он ей победы, ответил буквально цитатой о том, что он хочет приблизить мир, и что если бы он был президентом, он бы, видимо, по взмаху волшебной палочки прекратил бы этот конфликт за один день. Что вы скажете по этому поводу? Вы являетесь, скажем так, мягко говоря, вы вырываете слова Трампа из контекста, потому что если внимательно следить за тем, что он пространно говорит, то есть это, знаете, в методологии есть в семантике такая очень смертельный грех, context dropping, опускание контекста. Когда Трамп говорил достаточно пространно, по 10-15 минут отвечал на вопрос, что он сделает с Украиной, и план, который они опубликовали, который он тоже поддержал, четко указывает на то, что бы он сделал для того, чтобы не было этой войны. Когда в разговорах, прямо цитата, он говорит, что я Путину сказал, если ты сделаешь вот это, то я разбомблю Москву. Если он говорит 24 часа, то это значит, что он не будет ждать, покуда какая-то красная линия, красный фонарь зажгется в кабинете у какого-то Путина или Патрушева, еще кого-нибудь. Он просто начнет конкретное военное действие, или даст столько оружия, как он сказал Украине, сколько необходимо, сколько... Вот мы просим, я с 22-го года вижу списки того оружия, которое украинское руководство просит у Америки, у НАТО, да? Постоянно и самолеты были, и гаубицы, и татакамсы, и все, все. И даже сейчас, когда вот этот последний Мранштайн был, даже сейчас, когда уже, ну, понятное дело, что с Путиным, с преступником разговаривать нельзя, опять-таки Байдены вместе с Харрисом это все дело тормозят. Поэтому план Трампа по Украине это не сдача Украины, а план Трампа это полная поддержка Украины для того, чтобы не было диктатора. Потому что никто не будет сомневаться, что договариваться, вернее, использовать силу, а не эпизмент, то есть на миротворение. Трамп, я думаю, намерен. А все эти попытки Обамы, потом, значит, Байдена говорить о том, давайте договориться с русскими, много хороших слов, типа Путин преступник, так делай, исходя из того, что Путин преступник. Почему вы заставляете руководство Украины идти на какие-то переговоры? Ну зачем тогда? Если вы понимаете, о чем вы будете договариваться с Путиным? О том, чтобы он заморозил конфликт, а потом вырезал там 3 миллиона украинцев? Это все совершенно очевидно, понимаете? И когда кто-то говорит, что Трамп там, типа, клоун, он за 24 часа, там мем вынесли, да, и все. Поэтому здесь, друзья, это очень серьезный вопрос по внешней политике. Но судя по тому, кто в команде Трампа по Украине и по НАТО, и заметьте, тоже еще один фейк такой есть, который постоянно распускает, типа, Трамп хотел распустить НАТО. Трамп, наоборот, говорит, его потом поблагодарил генсек НАТО, что он первый президент США, который заставил, ну, мягко говоря, заставил, использовал мягкую силу для того, чтобы в конце концов страны увеличили финансирование НАТО до 2%. Вот что сделал Трамп. А на него, типа, ой, против НАТО, против вообще, он за один стол садится с, то с этим, то с Талибаном, то с Ким Чен Ином, то с Путиным. Но заметьте, опять-таки, когда он поехал в Северную Корею, встречался с этим севернокорейцем, опять-таки, он же не грозил баллистическим ракетами. И Иран ничего не сделал, и Россия ничего не сделала. Почему вопрос? Так получилось, что когда Трамп был президентом, вот, конфликтов-то не было, войн, это факт. Не знаю. Я человек простой. Я хочу, вот это все эти ваши, ваш этот сложный диалог с Мариной, он как-то... Вы мне скажите, Ярослав, вот придет к власти Харрис. Ну, какой власти? Так нельзя говорить. Стань президентом США Харрис. Да, да, да. Да? Второй вариант, стать президентом США Тональд Трамп. Что будет означать, вот, первое, второе. Что будет означать для мировой экономики? Ну, и, в частности, для белорусской. Если Харрис... Для нас, первое. Если Харрис, это будет ослабление НАТО, это будет принуждение к переговорам с диктаторами, это будет радость Китая, потому что никто ему ничего не сделает. Я думаю, что тогда вопрос нападения и, значит, присоединение Тайваня будет вопросом времени. Это будет потакание террористам на Ближнем Востоке и Ирану. То есть это будет, грубо говоря, торжество оси зла. Не потому что Харрис такая вот за их, но потому что политика мягкотелости, политика «давайте жить дружно», да, вот этого Ката Леопольда, не подходит в современный мир. А в экономике это будет вообще жах, потому что эта экономика будет еще больше походить, американская, на олигополию, на схематоз, на те самые вещи, которые мы видим в той же Украине, во многих странах. То есть будет спайка между крупным бизнесом, тем же Блэк-Роком, Голдман-Саксом и многими другими ребятами, которые понимают, как работать с чужими деньгами, с одной стороны, и политиканов, которые будут поддерживать все программы. Потому что, когда я смотрю, там, надо поддержать производителя. Что такое поддержать? Можно поддержать, там, снижением регуляторного времени, облегчением налоговой нагрузки на всех. А можно просто дать денег, там, запретить какие-то ввоз, какие-то товары, и тогда действительно кому-то будет очень хорошо. Если же будет президентом Трамп, то я думаю, что, наконец-то, после десятилетий в мире появится явный, конкретный лидер, который осознал, что он лидер. Знаете, вот, что такое Трамп, если он будет? Трамп – это человек, который, помните, «Король лев» – мой любимый мультик, да? Когда Симба, он же не знал, что он король, он боялся этой роли. И, в конце концов, он зашел на трон и сказал, «Да, я король». Вспомнил, «Remember who you are». Помните это вот понятно? То есть мы в Америке все говорим, и все министры иностранных дел говорят, и премьеры. Америка, ты же 28-30 триллионов долларов, ты же лидер западного мира, ты же за свободу. Почему ты отказалась от этой роли? Давай обратно туда, именно в это. И Трамп, я думаю, что вот он хотел бы именно этого. Если он сделает, то НАТО будет сильнее. Мир свободы, демократии будет сильнее. И тогда диктаторам, включая Лукашенко, точно не поздоровится. Потому что те режимы, которые… Давайте договариваться с ним. О чем договариваться с Путиным, может? И поэтому, да, будет наша часть мира. Трамп как раз и говорит, что Байден… Один из аргументов, Боже, Байден ни разу не позвонил Путину, не знает, как с ним разговаривать. А я знаю. Не-не-не-не-не-не. Так в том-то позвонить можно сказать. А забирайте, вот как сейчас Шольц говорит, часть Украины, да? Это один разговор. А другое дело, то, что он говорил, разговор передавал же. Я позвонил и сказал, что если ты это сделаешь, то я запущу ракеты на Москву. Правильно? Или как помните, когда… Почему на будущем Буша еще, да? Когда было вторжение, значит, России в Грузию. Почему они дальше не пошли на Тбилиси? Потому что американцы четко показали силу, и те забоялись. То же самое здесь. Рашистское, нацистское государство уважает только исключительно силу. Разговор, подставлять другую щеку, другую ягодицу, еще какие-нибудь мягкие места. Никогда это не будет. Хорошо. Потом я надеюсь, что в экономике что будет? В экономике будет опять-таки… Да, про экономику. Во-первых, это будет еще дальнейшее дирегулирование, потому что не зря его называют либретарианским консерватором, хотя он грязный такой тип, потому что он за предпринимательство, но тем не менее, многие вещи там очень даже хорошие. Он не до конца понимает необходимость реформы системы здравоохранения, образования. Здесь очень много всего нужно делать. Но, по крайней мере, то, на что я надеюсь очень сильно и что надо было бы действительно сделать, это впервые за всю историю, для многих тоже это будет откровением, между Европейским Союзом и Америкой нету зоны свободной торговли. И когда мы видим БРИКС, и когда мы видим ОСИЗЛА, два центра трансатлантического сотрудничества, до сих пор не имеют зоны свободной торговли. Это абсурд. Потому что здесь, опять-таки, правят лоббистские интересы, а не принципы. Я очень жду, что, в конце концов, в американской, европейской политике проявятся принципы свободы, принципы открытости, принципы равных условий. Вот что. И конкуренция открытая тоже очень важна. И это все Трамп. Наши зрители не согласны с вами, Ярослав. Вот, например, Воду, которая живет в Лос-Анджелесе, тоже следит за политической ситуацией. За все и повагой до Ярослава, Трамп изменил податковое законодавство, поменьшившие податки буйным компаниям и повиоличившие податки для простых людей. Уже не кажу об относенных с Путлером. Здесь пробуй захопить Уладу. Об относенных с Путлером какие были? Давайте по экономическим вопросам остановимся. А про экономики, на самом деле, если посмотреть на анализ не нашего друга, коллеги, зрителя из Лос-Анджелеса, а то, что говорят авторитетные мозговые центры, тоже Институт Катона, Reason Foundation, American Enterprise Institute, если посмотреть на динамику налоговой нагрузки к ВВП, то там совершенно очевидное снижение. Действительно, вот как и Рейган, так и Трамп, они виноваты только в том, что они действительно не смогли привести расходную часть бюджета. Но, друзья, я вам откажу в отношении Калифорнии, от которой там очень серьезное бегство идет. А также, например, вы знаете, что уже Чикаго на грани банкротства, которое во власти демократов. Политика безответственной траты денег, она рано или поздно кончится. Поэтому здесь, знаете, я не делизирую Трампа. Это опять-таки переходный тип. Я надеюсь, что вот этот период будет временем подготовки новых политических элит, как у республиканцев, так и у демократов. Но с точки зрения того, что обещать, если взять, сравнивать, вот представляете, если бы сейчас у нас выбор был, Лукашенко старше или Лукашенко младше. Ну вот о чем мы? Это не выбор, да? То есть, или, например, вот человек, который говорил, я буду регулировать цены там через розницу, а другой я буду регулировать цены через издержки и импорт. Ну, хрен резко не слаще. Поэтому принципиально мы должны вернуться к той Америке, к тем принципам, которые были там в 70-80-е годы. Вот тогда было совершенно по-другому. И вот в отношении торговли, я буквально вчера прочитал и там проанализировал доклад World Trade Report Всемирной торговой организации, которая четко пишет взаимосвязь между свободой торговли, да, и благополучием, ликвидацией бедности, ликвидацией неравенства, ликвидацией безграмотности, все, что связано с этим. И когда я вижу, что американцы вслед за Европейским Союзом, вслед за Китаем начинают разворачивать торговые войны, да, это, конечно, грустно. И еще последний тезис нашему коллеге с Лос-Анджелеса, что торговую войну начали на самом деле не американцы с Европейским Союзом, а начали Китай и Россия, потому что они при помощи оружия, инструментов торговой, валютной политики делают все, чтобы разоружить или сделать как можно больше бардака в самой Америке и Европейском Союзе. Харрис это госрегулирование цен, Трамп это популизм, это 11 миллионов нелегалов. 11 миллионов нелегалов всех выселим. Ну что это, Ярослав? Ну, как бы... Это лозунг, это лозунг, понятное дело. Ну, популистский лозунг, согласитесь. 11 миллионов он выселит нелегалов. Он не выселит 11 миллионов, то смотрите, помните, когда тоже Харрис обвинила, вы вот сами же заключили договор с Афганистаном по поводу вывода. Он же заключил, чтобы стороны соблюдали соглашение, но не он организовал кампанию, которая была одним из самых величайших, наверное, провалов за 50 лет американской армии и американской администрации. Ну, ладно. Я, собственно, хотел... Видите, я со своей колокольни спрашиваю, вы можете ответить, как вам угодно. Кто из них больше Лукашенко? Кто больше Лукашенко набрался? Вне сомнения, Харрис. Вне сомнения, Харрис. Прежде всего, по экономике? Экономика, ну, смотрите, даже не по экономике, даже по таким вещам, как давление на суд, как свобода слова, для меня свобода слова... А кто же Трамп вообще чемпион в давлении на суд? Подождите, подождите. Здрасте, а где вы видели повреждение... инвестиционное право? У него были возможности, он назначил. То же самое, как сейчас Польша назначают судей и так далее, и так далее. Это его право формировать вот эту свою вещь. Если бы он сказал, я волюнтаристски это делаю, тогда мы бы сказали, действительно, это вот вопиющее нарушение вмешательства исполнительной наласти судебной власти. Такого же не было. Когда я говорю, что есть давление на суд и давление на свободу слова, смотрите, что происходило в американских университетах, в американской прессе, в Фейсбуке, когда вот почему тот же Цукерберг, который там столько времени поддерживал демократов, он не мог не заявить про то, что давление на Фейсбук было страшное, а что такое, как не свободу слова, а тому же Хантеру Байдену, которого сейчас уже впаяют срок 8 лет там в тюрьме, почему тогда ФБР запрещало публиковать материалы по поводу его разных делишек. Вот в чем проблема. Если уж говорить про свободу слова, тогда, друзья, говорить про свободу слова. Трамп во время своего президентства не делал таких вопиющих вещей. Вообще я не слышал про то, чтобы он кому-то затыкал рот. Позвольте, пожалуйста, я процитирую BBC. По итогам правления Трампа большое количество специалистов в итоге обсуждали вообще итоги его правления и я зачитаю. Трамп поссорил США с главным союзником Европы, второй экономикой мира. Он давил на соседей, Канаду и Мексику. Он развязал торгово-технологическую войну с Китаем, третьей экономикой мира. Он вывел США с Парижского соглашения о борьбе с изменением климата, парализовал работу Всемирной торговой организации, отказался финансировать Всемирную организацию здравоохранения. Он выглядел чужаком на встречах большой семерки. Пропал этикет и традиции большой политики. Он подорвал устоявшиеся нормы и структуру госуправления в США, омедлил с назначением чиновников, зато спешил заполнить суды консервативными судьями. Он нарушал одно табу за другим, открыто давил на Центробанк и прокуроров. Это заявление Би-Би-Си по итогам правления Трампа. Би-Би-Си, да, Би-Би-Си для меня не икона, да, понятное дело. Би-Си тоже леватская организация, которая тоже занимается поддержкой левизны. Мне нравятся аргументы «он выглядел чужаком». Не-не, понимаете, вот, за первых слов, давил по очереди, да, вот выставляете, вот мы с вами на саммите большой там семерки, большой двадцатки. И Костя пришел в такой форме, мы знаем его, моего любимого, уважаемого, да, он для меня будет ближе, чем какой-нибудь там чопорный президент с какой-то стороны, который просто, ну, врет на каждом углу. Знаете, давил на второго партнера, Европейский Союз. Вопрос идет о НАТО. Вы либо платите, либо не платите, правильно? Северный поток, на Германию. Меркель, помните, сколько она работала, Яшкала с Путиным и создавала его? Как он сказал, вы либо платите, или нет, либо мы помогаем вам оружием и защищаем вы под нашим зонтиком безопасности, а вы помогаете Рашке зарабатывать сотни миллиардов долларов. Да давайте определитесь. Транславистическое партнерство. Кто сорвал подписание договора о свободной торговле? Точно не Трамп. Поэтому, когда Би-Би-Си говорит, мы на нас давили, это просто, ну, это извращение. То же самое касается, например, значит, Америка развивала торговую войну. Вот Би-Би-Си, журналисты, которые это пишут, да, тыкнуть бы сейчас в нос, да, вот этим докладом не американской, европейской комиссии. те люди, те люди, которые поехали наконец в 2021-2022 году изучать, как китайское правительство поддерживает китайский бизнес, который делает экспансию западного пространства, чтобы он в конце концов понял. То же самое с климатическим протоколом. Этому тому же Би-Би-Си сунут под нос доклад Британско-Королевской Академии наук, где написано, что потепление климата в мире началось до промышленной революции. И Трамп, когда он выступает, он ссылается не на мнение своей жены, своей там внучки и еще что-нибудь, а на мнение ученых, которые сделали что? К вопросу о свободе слова cancel culture. Их просто исключили. Помните, как 2020-2021 год, когда ковид был? Как только начали говорить про то, что это китайский вирус, да, Ухань, ай-яй-яй, это же нельзя, это же пропаганда, это же ужас, нельзя такое говорить, это просто там летучие мыши дымки-то занесли туда через полторы тысячи километров. Что это было? Цензура. То же самое здесь. Цензура в отношении Парижского соглашения это абсолютный самый большой фейк, на котором большой бизнес с большими политиками зарабатывают ежегодно до триллиона долларов, друзья. Триллион долларов. И когда первые там 10 лет туда-сюда, сейчас, когда начали выходить разная рода информация, в том числе и под температурой, в том числе вот эти ученые, да, все становится на свои места. Но в момент совершения каких-то действий, знаете, давайте мы, для меня вот вы, да, более интереснее, чем BBC. Я BBC слушаю там с 95-го года, и CNN, и BBC. Я думал сначала, что они про правду. Потом я убедился, что это совершенно не то. Вы даете мнение разное, они дают мнение одинаковое. И то же самое вчера во время дискуссии, заметьте, какие вопросы и как задавались Трампу, какие задавались Харрис. А вот еще будет исследование в отношении микрофона, который якобы у нее в ухе был. Они же одинаковые вопросы задавали, задавали возможность. Ярослав, Марин, прошу прощения, уже надоело. Надо отдельно созвониться. Да, у нас еще будет Александра Филипенко. Вашу позицию, Ярослав, мы поняли, услышали. Спасибо вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!